Цвет называется античная медь, он был ближе всего к указанному в паспорте, да и выглядит ярко, мне понравился. Закупился валиками, кисточками, краскопультом и компрессором и приступил к пробам. Первый был валик. Чем хорош валик? Площадь покрытия, тем самым и скорость покраски отличная, но это хорошо для забора, не для авто. Плох валик тем, что в густой краске на втором-третьем слоях начинает оставлять ворс, линяет короче. А молотковую лучше наносить относительно густую, во-первых, чтобы избежать потек, а во-вторых, чтобы получить тот самый эффект от нее. Поэтому от валика я отказался вообще. Кисточки. Тоже немного ворси не лечь, пока не подобрал нужные. Секрета никакого нет, это просто качественные, недешевые кисти. Кистью вообще огонь, вообще норм. Можно просто кистью покрасить. Вот в чем уступает кисть краскопульту, так это в скорости нанесения. Кисточкой выходит дольше. И немного в равномерности нанесения. Вот почему по итогу я все-таки решил дунуть слой компрессором. В общем, вышло у меня два слоя кисточкой и слой, а в некоторых местах два, краскопультом. Кисточкой я красил не одним махом, а частями, из-за малого для этого наличия времени. Поэтому в неких местах были видны переходы, неравномерности. Вот это все я выровнял компрессором. Стоит отметить, что молотковой краске нужен свой растворитель. Молотковый. Это вам, в принципе, скажет и продавец в магазине красок. По поводу пропорций. Для кисточки 100-150 грамм на килограмм. В общем, 10-15% растворителя от имеющегося количество краски. Для краскопульта 15-20%. Пробовать и смотреть. Оно не оно. По факту. Расход молотковый в среднем где-то 1 кг на 5 метров в квадрате. Зависит от производителя. Вот где-то так можно и подвести подсчеты для своей ласточки. У меня ушло где-то 3,5-4 кг. Но. Если с кисточкой все более-менее ясно, то расход с краскопультом еще будет зависеть от типа краскопульта.